В мире, где все люди мечтают обладать одеждой одинаковых люксовых брендов, рынок буквально переполнен палью, а даже оригинальные вещи порой не имеют надлежащего качества. И в этих реалиях малоизвестные новаторские бренды являются тем самым островком, где можно найти что-то действительно интересное и неиспорченное посредством масс-медиа. О них не принято говорить слишком много, чтобы это вдруг не переросло в форс, а аудитория, которая покупает подобные, нередко перерастает в отдельное комьюнити, поддерживающая взгляды того или иного дизайнера. И именно о таких брендах и пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске. Я собрал для вас некоторое количество интересных, но малоизвестных проектов с очень разной концепцией, некоторые из которых только начинают свой путь, а некоторые просто не хотят привлекать к своему детищу лишнее внимание. А еще тут впервые на моем канале будут российские бренды, я знаю, что вам это очень интересно, так что обязательно досматриваем до конца. И первый проект, который достаточно давно зацепил мое внимание, это Нейропролап Студио. На мой взгляд, один из самых необычных, малоизвестных брендов, которые я, в принципе, только встречал. Создают они в основном одежду по визуалу, напоминающего Чужого или работая Эдварда Скиретрикса. Это, если вы вдруг не знали, тот самый чувачок, у которого Каэнджелс пиздил визуал для клипа на шоу-офф. Во всяком случае, мне так кажется. Их эстетика выстроена вокруг обтягивающего кроя, обилия шипов, костей и других острых элементов. В том числе зубов, хвостов и даже материалов, напоминающих человеческую кожу. При этом это все вписывается в инопланетную эстетику, словно все эти вещи были созданы из тел посредством какой-то ужасающей технологии. Также удивляет вариация предметов. Бренд создает сумки, обувь, куртки, перчатки, лонг-стривы и еще кучу всего. Каждый из этих предметов анонимный автор переосмысляет с помощью своего концепта, выстраивая таким образом отличность от всего, что можно увидеть в индустрии. Возможно, максимально идиотское и бланское сравнение, но это, знаете, как в Человеке-пауке Веном заражал там разных людей, превращая их просто в мерзкое непонятное нечто. Так и тут как будто вся одежда от данного бренда, ну, действительно чем-то заражена. Как я думаю, скорее всего, все, что представлено в их инстаграме, создано в единичном экземпляре одним или несколькими людьми. Во всяком случае, как-либо проверить это невозможно, так как информации о бренде в интернете попросту нет. Непонятно даже, где их штаб-квартира или кто стоит за столь аморфным брендом в принципе. Если вы искали что-то необычное, что-то неординарное, я думаю, для вас это будет точно такой же находкой, как и для меня когда-то. Вообще, знаете, я очень люблю, когда бренды выстраивают собственное позиционирование с помощью одной или нескольких тем. И, как мне кажется, эстетика чужого здесь раскрыта просто на все 100%. Еще один очень интересный бренд, схожий по стилистике в чем-то с Йоджи и Мамото, созданный также японцем по имени Дуисуги Нисида в 2005 году. Марка специализируется на разработке практичной одежды для мужчин, а основной упор делается на анатомии тела. Внешний вид всего, что он создает, лично мне напоминает местами еще и ПЛ, но более минималистичного и спокойного. Да и в целом, ничего вызывающего в данном бренде вы не найдете, это просто хорошо сшитая качественная одежда. Своего рода минималистичная классика, но при этом со своей собственной стилистикой и спецификой. Как я и говорил ранее, при создании кроя дизайнер вдохновляется в первую очередь анатомией. Так, при работе над многими коллекциями, он не раз ссылался, к примеру, на построение тела насекомых, взяв их структуру за свой главный референс. А для презентации даже создал отдельную линейку с уменьшенными в 4 раза предметами, которые находились в прозрачных коробах, имитируя то, как обычно коллекционеры хранят редких насекомых. А кроме этого арт-объекта у бренда также есть большое количество и других, показывающие различные аспекты одежды и их взаимодействия с материалом. Такие как, например, рукав, проткнутый железными прутьями, кусок ордоновской кожи, обработанный таким образом, чтобы выглядеть как картина, куртка, застывшая в процессе сборки, или, например, огромный ковер, сшитый из натуральной кожи и следующее влияние цвета и фактура. И этим аспектом данный бренд мне также напоминает, сами знаете кого. В остальном, если рассматривать то, какую одежду производит данный бренд, то это именно классические предметы. Такие как рубашки, кардиганы, пиджаки, брюки, куртки и все в таком духе. Часто в качестве материала можно встретить лен и другие натуральные ткани. Палитра бренда монохромна, а крой в основном более сдержанный. Но самое вкусное, на мой взгляд, это именно обувь, которая внешне напоминает такие бренды, как MAC ROSS или GUIDI, но также имеющие и свои некоторые уникальные особенности, как, например, каблук, разделенный на две части, или шнуровка, идущая наискосок. Подводя итоги, я просто хочу сказать, что это достаточно достойный, малоизвестный бренд, который в основном понравится именно любителям нишевой моды. А если вы давно ищете качественную, а что самое важное, оригинальную одежду по доступной цене и с быстрой доставкой, хочу вам порекомендовать спонсоров нашего сегодняшнего ролика, карго-компанию PINGO. С помощью их Telegram-бота можно заказать любые товары с Poison, 1688, Taobao и любых других китайских маркетплейсов всего за 10-14 дней. Стоит ли мне вообще говорить о том, что на китайских маркетплейсах заказывать все намного выгоднее и дешевле, чем покупать это в России, даже с учетом доставки. На их канале есть куча советов для заказов о том, где лучше и выгоднее взять тот или иной товар, а в боте работает отзывчивая поддержка, которая всегда поможет в оформлении заказа. Также перед отправкой товаров они всегда проверяют их на соответствие заказанных позиций, отправляя детальный фотоотчет, чтобы вы могли убедиться в том, что придут именно те позиции, которые вы хотели. А после всех проверок груз прочно упаковывается, чтобы дойти в целостности и сохранности. Ребята доставляют как в Беларусь, так и в Казахстан, в Россию. В общем, вся информация касательно того, как заказать тот или иной товар с Китая, вы найдете по ссылке в описании, обязательно переходите, а мы продолжаем. Вы меня просили буквально миллион раз снять видео про этих ребят, и я подумал, в принципе, почему бы и нет, да, почему бы и не разобрать наш отечественный фэшн андер, тем более айдентика данного бренда весьма себе интересная, да и вещи вроде как тоже вполне себе неплохие. Фотки Твиги напоминают лично мне какой-то советский аналог хоррор или кадры из Снафа, но это добавляет своего шарма. А сами основатели описывают это как антиэстетику нового времени. Также большую роль играет Кириллица, который встречается как на одежде, так и на общем оформлении. А на первый взгляд никак не связанные слова формируют образы, которые отлично впечатываются в голову. И в этом я тоже на самом деле вижу аналогию с Lost Media или аналог хоррорами, знаете, вот это все типа а-ля там безногим. Я думаю, если вы олд ютуба, вы 100% видели все эти видео, типа там взлом телеканала, рэндэвэ и все в таком духе. Вот это именно тот вайп. Что касательно одежды, ее стилистика мне напоминает местами Ерди и Рафа. Но все равно это выглядит по-своему, поэтому назвать это плагиатом точно нельзя. Основная масса вещей, которые выпускает бренд, это худи, футболки и свитшоты, имеющие подвально-осовковую эстетику. К слову, пока я делал этот сценарий, я даже успел списаться с основателем данного бренда для того, чтобы выбить чуть больше информации касательно концепта, но ничего не получилось как бы с него выбить, кроме того, что он просто делает одежду на русском, он сам это написал, и небольшое пояснение по поводу названия. В любом случае, бренд пока еще находится в самом начале своего пути, и чего-то конкретного я про него сказать не могу. Есть определенно своя эстетика, или я не знаю, антиэстетика, как вам удобно, свои отличительные особенности и вектор развития. Но нужно создать гораздо больше одежды для того, чтобы это обрело какую-то целостность. Сама идея объединения СССР и аналог хоррора действительно очень интересна и требует еще больше проработки, на мой взгляд. Еще хотелось бы сказать, что не хватает работы над Кроем, потому что все вещи слишком базовые и простые. Но в любом случае, желаю ребятам дальнейшего развития, потому что в этом явно есть потенциал. Сергей Дезев это молодой, но пиздец, насколько перспективный российский дизайнер, создающий малотиражные коллекции, эстетически схожие с такими брендами, как, например, Эмак Рос или Борис Биржан Сабирио. Над разработкой всех предметов Сергей трудится лично сам, а производство проходит в формате ручной работы. Также в некоторых вещах используется нарочитый устаревший крой для создания большей уникальности. Да и просто интересные решения, как, например, цветок, сделанный из натуральной кожи на свитере, клеша рукава на рубашке, футболка, сшитая буквально из двух кусков ткани без вточных рукавов, да и, блядь, даже то, что бренд выпускает манишки в 2024 году, уже говорит о его экспериментальности. И одним из важных аспектов является еще и то, что при таком разнообразии не теряется качество, а упор делается в первую очередь на премиум-материалы, такие как, например, итальянский искусственный мех, натуральная кожа и шерсть. Видно, что у дизайнера не стоит задача наклепать максимально низкобюджетный мусор, лишь бы максимально это быстро все распродалось и получился жесткий навар, и я его на самом деле за это, безусловно, уважаю. Да и я думаю, что именно к такому подходу придут скоро вообще все бренды, потому что вот этот стритвир ебучий с надписями на весь крой уже действительно всех заебал, и это никаких эмоций не вызывает, кроме отвращения. Предметы, которые выпускает Дезев, это в основном монохромные классические вещи, такие как брюки, свитера, рубашки и даже платья. Кроме этого встречается и нечто более повседневное, в том числе лунг-сри в футболке, худи и так далее. Каждый дроп осмыслен и сопровождается иногда даже небольшой историей Сергея, в которой он делится самыми сокровенными и тяжелыми моментами жизни. А в итоге мы имеем очень перспективного и, что самое важное, не кринжового персонажа, который вполне возможно сможет найти свою аудиторию даже за пределами СНГ. Сдержанный стиль, один вектор развития и нестандартность, это, на мой взгляд, одни из самых важных аспектов, которые цепляют в этом проекте. Знаете, даже давать какие-то напутствия или советы, мне кажется, здесь абсолютно неуместно, потому что единственное, что теряет этот бренд от успешности, какой-никакой, от массовости, это лишь время. А еще напоследок хочется выразить просто огроменный респект человеку, который работает над визуалом данного бренда, потому что все фотографии выглядят просто безумно вкусно, безумно чисто. Я пока создавал этот ролик, я действительно получил настоящий визуальный экстаз. Александр Диженова — это начинающий дизайнер из Нью-Йорка. В целом направление его бренда — это в основном стритвир в стилистике гранжа. Одним из главных элементов его концепта являются дырки, причем в каких-то экстремальных количествах, где, по сути, от одежды остается лишь 20% от всей ткани. А за счет принтов на русском языке по типу водка, да и даже пакетов с куполами, он также имеет свою хоть и немногочисленную, но фан-базу в России. Если визуально хорошенько присмотреться к одежде, которую выпускает данный бренд, я думаю, референс для многих из вас покажется максимально просто очевидным. И, конечно же, это старый добрый ERD, причем еще и как будто намешанный с Гошей Рубчинским и Баленсиагой. Так как от Гоши тут, очевидно, кириллица и эстетика совковой России, а от Баленсиа — BDSM элементы, да и общий антураж. В целом все это нам говорит о том, что дизайнер на данный момент еще не выработал свой собственный соус и находится в поисках уникальной стилистики. В остальном бренд имеет множество неплохих предметов. К примеру, камуфляжные бомберы, очень схожие по вайбу с Рафом, вполне себе уверенные кожаные куртки и пуховики, а также база по типу футболок и худи. А еще у них в инстаграме был NineMice. Вообще не знаю, зачем вам эта информация, видимо, так просто на злобу дня вкинул. Извиняюсь, очень извиняюсь за это. I'm Behind My Head — это пока еще очень малоизвестный бренд, создающий в основном куртки с экспериментальным кроем и другие вещи из нейлона. Все это отшивается вручную в Париже, а над дизайном и всей разработкой трудится основатель по имени Тони Лоней. На мой взгляд, его работы выглядят весьма себе круто и внешне напоминает Рика Оунса или Динг Юньжана. Но несмотря на то, что бренд существует с 2022 года, за этот период вышло не такое уж и большое количество одежды. Поэтому как-либо широко разобрать его концепт у меня попросту нет возможности. Но моими явными фаворитами является куртка под названием Шива Кроп Джекет с рукавами на спине, Лонг Срифт с имитацией мышц, а также вот это просто невъебическое платье для самых настоящих мужиков, таких, например, как я. Джошуа Джамал Джошуа Джамал – это модерриер из США, создающий одежду в военно-американском стиле. Все его образы будто нарочито выглядят безвкусными, а основной паттерн бренда – это камуфляж и элементы спецодежды. В его шортах, кстати, не так давно появился даже плойбок Арти и Канни Уэст, что, как мне кажется, дало мощный толчок в продвижении одежды Джо. В остальном, такая одежда, конечно же, на любителя, но в этом определенно есть свой свэп. Единственное, я не понимаю, откуда такие цены на вещи, учитывая то, что бренд только начал свою работу. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Если он вам понравился и мы соберем с вами 2000 лайков, я выпущу вторую часть этой рубрики. Пишите обязательно в комментариях про андербренды, которые вы знаете и всем пока!